итак всем доброго времени суток и приветствую вас на канале gadgets for you и сегодня такой нетипичный выпуск хотел бы поговорить о своих планах в плане майнинга и также напомнить о конкурсе который у нас предстоит на 500 подписчиков которые мы разыграем небольшие призы у нас есть таких вот пару видосиков подарим такие небольшие электронные примочки к вашим гаджетам вот и так что поехали и так как я сказал мне такой сегодня нетипичный выпуск снимаю сейчас без штатива может быть немножко будет картинка дребезжать но я надеюсь не сильно и вот что я себе подумал в общем то надо так сказать идти в ногу со временем возможно и поскольку майнингом я уже давно принципе занимаюсь но у меня только айзек оборудование есть но на видеокартах я нифига еще не майнил и потому хотел себя попробовать тоже в этом направлении вот и хотел бы вот начать на такую небольшую рубрику что-то типа хроники сумасшедшего майнера шутка вот но на самом деле да что-то вроде таких да можно сказать типа хроники буду показывать и рассказывать наверное если у меня получится все-таки ввести вот эту новую рубрику потому что времени очень мало и хотел бы вот показать вкратце сейчас что я начал делать начал делать я корпус для майнинг рига из алюминиевого профиля сейчас покажу это вот такой вот алюминиевый профиль метровой длины вот он надеюсь тут видно потому что сейчас у меня до час 2 часа ночи снимаю все это дело значит вот такой вот венкель этот угловой профиль вот он такой вот идет сколько тут где-то 2 на 2 по моему сантиметра в принципе довольно крепкие и я думаю что его должно нормально хватить для того чтобы сделать этот майнинг риг себе он сейчас покажу что я уже сделал и но пока не буду о ценах и всем остальном в общем что у меня получилось распилить пилиться довольно просто вот тоже тоже одна из стенок идет несущая конструкция вот уже готова вот такая вот верхняя крышка вот она идет его там внизу нижняя находится решил делать это не на заклепках и на винтах чтобы если что можно было раскрутить и сложить и про транспортировать в каком-то другом ну и собрать где-то в другом месте вот это выглядит вот так приблизительно надеюсь что видно вот теперь вкратце тоже хотел бы коснуться некоторых тем которые я хотел бы тоже осветить здесь у нас на канале это например какие кошельки использовать как их использовать это облачные кошельки или хранение так сказать холодное хранение у себя на жестком диске или ssd диске как это перенести на внешнюю на внешний жесткий диск вот я например предпочел для хранения своих там криптовалюты это внешние ssd диск для быстрой синхронизации например биткоина но вот кстати 120 гигабайт уже сейчас недостаточно и нужно какое-то другое решение то есть поемче ну что хочу напомнить что уже блокчейн как бы перешагнул далеко за 120 гигабайт и сейчас последняя синхронизация была у меня по-моему 150 гигабайт весит то есть уже недостаточно пришлось лить на классический жесткий диск синхронизация немножко затянулась ну да пока не знаю буду ли покупать ssd но в принципе советую если холодное хранение вообще советую не хранить никогда особенно если у вас больше одного биткоина или какой-то более ценные криптовалюты то есть это форках не хранить на этих всяких в облачных хранилищах потому что ты деньги куда-то у них там вечно пропадают и в общем можно попасть вот потому я для давно для себя решил такой вот вариант но покупал от ssd диск я давно еще в четырнадцатом году вот тогда я мне казалось что это будет достаточно никто не ожидал что транзакции будет столько много и все так быстро вырастет вот там прописал специальный скрипт чтобы он не писал на c диск описал именно на внешний диск и это все довольно удобно происходит также сделал недавно с монеро и тоже могу поделиться опытом в этом направлении принципе там ничего сложного нету вот касается дальше так корпус диск штоки видеокарты я предпочел это power color две штуки я приобрел родеон rx 560 не знаю правда насколько хорошее решение потому что кстати говоря карточка мне приехал не совсем такая как я заказывал я заказывал себе с двумя вентиляторами двумя кулерами приехала с одним кулером еще к сожалению без дополнительного питания вот это был полный облом и даже не знаю хватит ли их для того чтобы читал их чисто райзер вот у меня райзера куплены покупал участника кстати вообще по дешевке достались что-то в районе 18 евро вместо там 60 или сколько там обычно люди платят за 6 штук вот саташный вариант вот и не знаю хватит ли этого питания потому что без дополнительного питания обычно не все благополучно работает в этом плане и даже не знаю еще не было времени тоже протестировать это все дело даже не знаю не знаю не знаю будем смотреть вот ну не знаю частные на будут это заканчивать принципе это все что вкратце хотел я сказать по этой тематике если соберусь сделать продолжение то естественно вы увидите увидите краткий обзор на эти видеокарты соберем это все дело какую буду материнку использовать как это все буду подключать как я дособеру этот самый майнинговый этот корпус майнинг риксон и расскажу сколько это мне стоило в принципе забегая вперед стоило в принципе не очень дорого из такого алюминиевого профиля и и что и почему я именно алюминиевого взял тоже расскажу и принципе буду заканчивать уже поздняя ночь хочется спать и до новых встреч подписывайтесь на канал участвуйте в розыгрыше и до новых встреч пока пока